Заснеженная Рассказова Наталья Макаревич прибыла, чтобы понять, насколько в условиях пандемии удалось реализовать текущий пилот. Ее встречают специалисты кадрового центра работы России. Так, после ребрендинга и вхождения в нацпроект называется «Центр». Изменения видны сразу. Обновили входную группу, которая стала более современной. Буквально на пороге к посетителям подходит менеджер. У кандидата выясняют параметры будущей профессии, место работы и желаемый доход. Далее, если надо, в работу включается психолог, который помогает с выбором, а также сотрудники, которые предлагают целый банк работодателей. В этом году их более 700. На сегодняшний день мы добились хорошего результата трудоустройства. У нас порядка 65% от обратившегося граждан были трудоустроены. Если анализировать прошлый год и этот год, количество обратившихся выросло в два раза. Поэтому количество трудоустроенных 65% – это довольно-таки высокий процент в условиях сложившейся ситуации. Благодаря переформатированию работу получили более 1700 человек из 2700 обратившихся. Наталья Макаревича объясняет, это только начало. В будущем году ремонт в помещении завершат, появится электронная очередь и жидкокристаллические экраны. Уже с сентября посетителей поделили на две категории – пришедших с непростыми жизненными или бизнес-ситуациями. К первой отнесли молодых специалистов и тех, кто пытается трудоустроиться после выхода из тюрьмы. Ко вторым – малый бизнес и тех, кто ищет сотрудников для сезонных работ. Объем финансирования в проект – 9,5 миллионов рублей. Почти все эти деньги из федерального бюджета. Данным центром в 2020 году оказано более 5,5 тысяч государственных услуг. Это достойный результат. Принимаю внимание, что работают всего 42 специалиста на 7 муниципальных образований. Это говорит о том, что данный национальный проект, внедренный на территорию этого центра занятости, он уже дает свой результат. Помогают трудоустроиться и за пределами района. Например, Токаревская и Инжавинская птицефабрики постоянно ищут сотрудников через центр. Рассказы восславятся своей текстильной промышленностью, потому сразу из центра занятости мы отправляемся на одну из таких производств. Перед вами швейная мануфактура, которая на сегодня является ведущей в России по производству высококачественного вкладыша утеплителя для зимней обуви. В цехах предприятия работают 75 человек со средней зарплатой 21 тысяча рублей. В начале 2021-го руководство планирует повысить ее еще на 20%. Но предприятие трудятся и работники с инвалидностью. Продукция пользуется немалым спросом. Ее заказывают компании, которая производит обувь из поливинилхлорида и универсального материала – этилвинилоцетата. Сейчас цеха сложно представить пустыми. Хотя несколько лет назад помещения были заброшенными залами бывшей ткацкой фабрики. За текущий год предприятие уже заработало 13 миллионов рублей и заплатило 10 миллионов налогов в бюджет. Вложив в основное производство 16 миллионов рублей инвестиций. В данный момент поставляем порядка 30 регионов Российской Федерации. Производим порядка 18 квадратных метров, тысяч квадратных метров в сутки ткани. Ткань пользуется довольно успешным, хорошим спросом. Порядка 50% от того, что производим, перерабатываем сами на своем швейном предприятии. Шьем утеплители в обувь для рыбаков, охотников, туризм. Соответственно, производство, получается, как бы логистика убирается. Как отмечает руководитель предприятия, новые рабочие руки тут очень нужны. Так, в следующем году он планирует закупить новую итальянскую линию и обещает удвоить коллектив. В этом ему должен помочь Центр работы России, как и тысячам других предприятий малого и среднего бизнеса по области. До 2024 года в нашем регионе обещают создать пять подобных центров. Дмитрий Шапкин, Станислав Попов, Анна Мусатова, Область новостей.